Доброго вечера, всем доброго времени суток и на прошлом вебинаре номер 4 мы с вами говорили о чем? Кто на нем был, напишите букву Я. Мы с вами говорили о том, что мы с вами с самого начала начинаем создавать свой бренд и уже с 6% мы можем крутиться в соцсетях, что у наших новичков и у вас есть хорошие возможности. Как новичок свой бренд вы можете раскручивать таким образом, что вот за заказ допустим из компании Фаберлик я получила столько-то скидки, я получила такое-то количество подарков. Это бывает минимально новички этого периода, которые активируются, они у нас с вами будут делать заказ в этом периоде, оплачивать до конца каталога, чтобы получить подарки. Спасибо огромное за обратную связь. И конечно же они получат минимально 4 подарка, если не брать подарки из каталога. У нас с вами еще 6 подарков, 7 подарков из каталога есть. То есть, со своим вторым заказом они будут заказывать 3 подарка, может быть 2 подарка по программе Фаберлик Клуб и 2 подарка по акции новичка. Вот таким вот образом, да. То есть, вы уже это можете рассказывать и уже можете такими сообщениями, да, брендовыми, да, грубо говоря, сообщениями, раскруткой, хвалить, да, хвалить компанию, говорить, что в магазине столько не подарят и на самом деле столько в магазине не подарят. И конечно же у нас с вами получается, что мы уже начинаем себя пиарить, да, говорим только хорошее, ничего плохого. И наш бренд потихоньку начинает развиваться, наши знакомые, люди из интернета начинают интересоваться. Неужели это на самом деле правда, неужели столько подарков дарят. А вот сейчас ответьте мне, пожалуйста, честно на такой вопрос. Были ли вы удивлены, когда пришли в компанию Фаберлик, что тут намного выгоднее приобретать продукцию, чем в магазине? Кто удивился большому количеству подарков? Кто в них не верил изначально, напишите не верила. Да, вот по идее компания простилает вам дорогу для успешного начала бизнеса, да, вот Костя не верил, да. И вы понимаете сами, что у нас с вами огромное количество преимуществ, самое главное сделать так, чтобы в них верило большее количество людей, которые к вам приходят. Да, верили, но были шокированы, да. На самом деле ни одна сетевая компания не блещет такими козырями, как мы. Да, магазин меняем на Фаберлик и меняем, причем с такой радостью, да, при таком широком ассортименте это вообще радость. Сегодня у меня такая вот радость, во-первых, я не могу не промолчать, я вам три минутки, да, потрачу вашего времени и покажу, что я получила парфюмерную водичку. Артикул 3015, одна штучка в подарок, две купила, за одна попалась в подарок, это новая парфюмерная водичка Beauty Cafe Caprice. Она такая сладкая, нежная, вот вы знаете, женственная и резкий такой, резкий сладкий аромат, вот кто любит. Шлейф тоже отличный такой, нежный, приятный, да, вот кто получил, поставьте плюсик. Нет, я ее не продаю, я люблю такое дарить на день рождения, на праздники, но если вы продадите, вы на самом деле выручите неплохо денег. Да, вот мы считали, что если вы продадите 6 таких вод, вы положите в кармашек от 3000 русских рублей. Это шикарно, это шикарно, поверьте, это классно, это круто. И второе, я сегодня забирала заказ, да, вот видите, подушечки, все, я забирала заказ и мне вложили вот такой вот тяжеленный набор. Все, кто видел мое видео, поставьте, пожалуйста, плюсики, это набор столовых приборов. Нужно было всего лишь зарегистрировать 4 покупателя в первую линию, чтобы они, ой, какой тяжелый набор, чтобы они выполнили второй шаг стартовой программы. Это шикарно, это шикарно за то, что вы работаете, вам еще и дарят подарки. Причем ваш доход, пока вы стараетесь эти подарки выполнить, увеличивается, так ведь? Вы начинаете расти в уровне, это 6-4 человека, надо было за 3 каталога зарегистрировать, 4 всего лишь человека, чтобы вам подарили такой шикарный набор. Второй шаг стартовой программы, Олечка, 1900 или 4999 по цене России, да. И, конечно же, мы с вами должны ценить и понимать, что компания дарит такие крутые подарки даже директорам, а новичков она тем более задаривает, если уж нам такие подарки крутые достаются. Вот, доносите это, рассказывайте про это, пишите об этом в соцсетях, кричите об этом в чатах людям, которые не верят, потому что, на самом деле, позавчера ко мне пришла девушка, я говорю, ты на следующий период, вот, за свой заказ ты будешь забирать 5 подарков. Почему? Я говорю, во-первых, ты заберешь 3 подарка по программе Фаберлик Клуб, она сделала заказ на 15 бонусов, у нас подарки от 5 бонусов. Во-вторых, ты заберешь средства для чистки духовок и плиты, средства для мытья посуды с яблочком, средства концентрированные. И она говорит, и еще, вы не врете, да, вот, на самом деле дадут, ну, прям, вы знаете, на самом деле люди не верят. Вот, и новое стартовое, мне не верили, что деньги начислили, когда звонила. Да, Наталья, может такое быть, люди на самом деле не верят, вот, и, конечно, это просто невероятно круто, да. То есть, смотрите, дорогие коллеги, компанию Фаберлик мы ценим за то, что она щедрая русская душа, и на самом деле эти подарки дарятся всем, и о них нужно говорить. Вот это суть нашего бизнеса, вот это суть наших наполнения, наших брендовых страничек. Это только позитив, и причем нужно писать с первых дней только правду, да. А хорошей правды у нас с вами огромное количество. Вторая тема, которую мы с вами не обсудили на прошлом вебинаре, это у нас с вами, мы рассматривали, как выложить ролик, закачать на YouTube и поставить свои данные под видео. Но тут дело в том, что в видео я не сказала, как это все автоматизировать, да, то есть, как это все автоматизировать. И сейчас мы с вами будем идти на мой канал. Всем ли видна моя демонстрация экрана? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Мы с вами идем на мой канал, и я вам покажу автоматизацию в тегах и в данных, чтобы вам им все время не вводить, если вы будете определенное видео выгружать. А потом поговорим, для чего вообще мы с вами эту тему начали. Я вам объясню разницу, да, объясню разницу. Давайте, всем видно, замечательно. Кому не видно, не расстраиваемся и смотрим в записи. Итак, мы на командном канале YouTube Анны Кононовой. Значит, когда вы заходите на свой канал, то у вас тут есть такая вот кнопочка менеджера видео. Когда вы заходите в менеджер видео, у вас тут сбоку есть слово «канал». Вы нажимаете на канал, у вас открывается выбор. Вы нажимаете «загрузка видео». И сейчас внимательной. Да, то есть, конфиденциальность можно поставить по умолчанию «открытый доступ». Категория я не выбирала или целью я не выбирала. Название у вас, то есть, всегда будет отображаться это название при выгрузке ролика, если вы его сюда один раз впишите. И вначале вы можете вписывать любые другие названия, да, ставить точку. Но это уже после выгрузки ролика вы будете делать, уже в самом, да. Далее, значит, пойдемте с вами далее. Значит, и вот оно описание. Какое описание вы сюда ставите, да, я вам говорила, что можно поставить все, что угодно, группы, скайп, ссылки на страничку, на свои брендовые странички, инстаграм, вконтакте, фейсбук, мой мир, у кого есть, все, что угодно можно ставить. И далее, конечно, обязательно ссылочку на свой лендинг, да, на свой лендинг обязательно ссылочку поставить, где люди могут оставлять свои данные для регистрации, которые вам будут приходить на почту. Значит, лендинг. Давайте с вами обсудим, что такое лендинг. Что такое лендинг? Ой, минуточку, минуточку потеряла, не приготовила. Вот, значит, это ваш лендинг. Да, я думаю, все вы понимаете, о чем я сейчас говорю, но на всякий случай. Вот, значит, это вы сделали все. И можете разрешить комментарии только одобренные. Это очень важно, потому что на ютубе, вот, лично у меня очень много рекламы, которую я удаляю. Я удаляю, допустим, там, не работайте в Фаберлик, работайте в моей, там, какой-то фирме. Вход, там, 500 рублей, и не обратно там, ну, знаете, такие всякие пирамидальные, да, вот эти вот, где платят люди за воздух. Конечно, я это все удаляю. Весь этот рекрутинг под моим каналом ютуба. Много рекрутирует людей, да. Можно включить, если у вас хороший ютуб-канал, у вас много подписчиков в дальнейшем будет, можете получать денежки за то, что ваши ролики смотрят. Как видите, моя модернизация не подключена, и я не собираюсь ее подключать. Я не хочу, чтобы мои новички отвлекались на различные рекламы, да. Далее, значит, тут галочки уже стояли, я ничего не трогала, да, и тут тоже ничего не заполняла. Вот, и потом, значит, статистика видео. Я тут поставила галочку, мне интересно, да, сколько процентов мои видео досматривают до конца. И потом я нажимаю сохранить. После того, как я нажимаю сохранить, любое видео, которое я выгружаю, давайте с вами еще раз посмотрим. Вот я нажимаю на значок «Добавить видео», да, и сейчас я выберу абсолютно любое видео наугад. Да, вот ролики «Фаберлик», к примеру. Но у меня есть, я его удалю, да, и вот видите, выгружается работа в интернете «Фаберлик онлайн». Все теги прописаны, да, все теги прописаны, и весь заголовок прописан. Все хорошо. Мне осталось только написать ролики от «Фаберлик». Все, я ставлю точку, все, я нажимаю «Публиковать». Всем ли все понятно? Прошу задать вопросы. Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, минусики, или задайте вопросики. Все понятно. Вот эту тему мы вчера с вами не обсудили. Чтобы вам каждый раз не подписывать вот эти вот теги, вот это вот все, я вас очень прошу, сделайте это один раз, нажмите «Сохранить». Давайте закрепим. Значит, загрузка. Потом нажимаете «Мой канал». Я ухожу со страницы, я не буду публиковать это видео. Да, то есть я закажу на свой канал, а тут есть кнопочка «Менеджер видео». Я захожу в «Менеджер видео», я нажимаю… Кстати, я вам теги не показала, да, я нажимаю «Канал». Открываются варианты того, что я хочу сделать, и вот тут вот есть загрузка видео. В загрузке видео мы с вами прописываем все, что нам нужно, да, к примеру. И вот они теги, вот они теги. Смотрим. Да, то есть я тут собрала все. Я тут собрала все, и в принципе вот они все теги. Сейчас я их, чтобы вам было видно в видео, я все, да, вот таким вот образом. Все, значит, я закрываю, всем все понятно. У кого нет такого лендинга своего от проекта, то знайте, что вы очень много теряете. Первый раздел мы повидали. Сейчас работа в интернете, да, у нас с вами. Дисконт, экономия на покупках, да, регистрация, вот отсюда именно, отсюда приходят данные вам на почту. Маркетинг-план. Человек может посмотреть ваш, да, акция новичка. И, конечно же, это не одностраничник, который за тысячу продается. Вы понимаете, что этот сайт, он на самом деле от проекта всегда бесплатный, но мы очень немало платим за платформу, чтобы создать вам хорошее, вот как даже сказать, хорошее подпорье для работы, чтобы у вас в дальнейшем не было проблем, да, то есть тут все акции перечислены, и, конечно же, ссылочки на каталоги, да, то есть по основным странам, по основным шести странам, то есть ваши люди могут, не уходя с вашего сайта, посмотреть каталог, маркетинг-план, что такое работа в интернете и так далее, и так далее. И на самом деле, кто им не пользуется, кто им не рекрутирует, много теряют, потому что это профессионально созданный сайт. Фото там не ставится, фото там не ставится, это слишком тяжело, сайт начинает висеть при обновлении. Вот, значит, Аня, у меня по-другому написано на ютубе, не знаю, как написано, но вот у меня только так, показал через демонстрацию экрана, вот, и далее, значит, о чем мы с вами дальше будем сегодня разговаривать, это о том, что, значит, автоматизация в тегах мы с вами поговорили, о том, что в компании Фаберлик есть люди, которые годами сидят в директорах, а есть люди, которые за год могут открыть бриллианты и рубины. Вам интересно, в чем разница? Вот эта тема меня очень-очень интересует. Мы с вами понимаем, что с уровня подтвержденного золотого директора компания не только нам платит бонусы, да, квалификационные, она еще и нас возит за границу, да, люди, другие люди видят, ваш бренд еще круче развивается, и к вам еще больший поток людей идет, потому что кто же не хочет, да, грубо говоря, отдохнуть на халяву, да, допустим, в Шелленке, в Доминикане, в Китае и так далее. Вот, и, конечно же, разница тут просто большая. Значит, что обычно делают люди, которые годами сидят на директорстве, да, они собирают около себя толпу покупателей, покупатели у них не рекрутируют, они прошли стартовую программу, и получается, что рекрутинг получается бесконечный, поняли, о чем я говорю, да, кто такой директор, он набирает 3000 баллов, да, директор, и директор просто рекрутирует покупателей, он рекрутирует, 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 и у него одни уходят, другие приходят, Это постоянный круговертик, да, постоянный круговертик покупателей, причем директор умеет продавать, и он сам хорошо делает хорошие личные заказы, да, и все у него на мази, он получает свои 30 тысяч каждые 3 недели. А вот что такое драгоценный директор? Это когда под вами открываются директора, то есть приоритет все же мы с вами должны через интернет предлагать работу, работать, зарабатывать и строить бизнес. Кто-то у вас решит стать директором, кто-то у вас решит стать драгоценным директором, и эту разницу нужно очень сильно понимать. Понимаете, вот если вы хотите стать просто директором, да, то не обязательно трудиться над созданием бренда вообще в принципе, да, вы должны это понимать, что вы просто можете собирать огромное количество покупателей по всем странам, которые доступны, да, по 45 странам. Просто ищем покупателей, все хорошо, доносим акции, помогаем им оформить заказы, рассказываем про стартную программу, и все у нас хорошо, все у нас просто. Если же нам нужна цель не просто директор и какие-то там 30 тысяч каждые 3 недели, да, то, конечно, тут нужно потрудиться. Если вы желаете создать свой бизнес, вы желаете другим людям помочь стать директорами, тогда, конечно, ваша миссия будет немножко посложнее, и создание своего имени вам в таком случае просто необходимо, да, мы это с вами должны понимать. И, конечно же, вот у нас с вами и появляется, кто-то выиграл, а кто-то проиграл, да, кто-то открыл драгоценного директора, а кто-то вот, допустим, такие люди, как хозяины агентских пунктов, долго-долго сидят на одном уровне и не могут открыть. Хотя у них товарооборот может быть огромадный просто, да, но у них ничего не получается. Вот суть в том, что мы не предлагаем бизнес и не обучаем продвигать бизнес и не продвигаем бизнес в соцсети, да. То есть вот поняли разницу? Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы? Если у вас вопросы, мы с вами поедем дальше. Нету, да? Отлично. Если есть вопросы, не стесняйтесь, обязательно пишите. Вот, и поедемте с вами дальше. Значит, наша работа начинается с создания бренда. Да, и, конечно же, после того, как мы создали вот эти вот странички или брендовые странички для коллег, нам нужно с вами создать основную базу для работы. Это рабочие странички в соцсетях. Их может быть 10, 20, 30, 40, 50, у кого какой энтузиазм, да. Мы с вами понимаем, что минимально для одной регистрации в день нам с вами нужно делать 300 человек охвата в сутки, да. Да, минимально, тогда у вас получается одна регистрация в день, один созвон в день, да, о созвонах мы с вами позже поговорим, и ваш лидер начинает включаться в работу, да. То есть, обязательно, если вы регистрируете человека на первый вариант, мы говорим, что если вы захотите, вы можете открыть свой бизнес через интернет. У нас есть система обучения, пишите обязательно, я буду рада стать вашим наставником и вас обучать, да. Будем с вами расти в директора. И, конечно же, обязательно говорите, что если вы передумали работать, то вы можете оставаться просто покупателем. Вот у меня недавно новичок, слава богу, это наш проект был, она мне пишет лично, Анна, можно к вам зарегистрироваться? Я говорю, можно, можно ли узнать, были ли вы ранее зарегистрированы? Да, я зарегистрирована, но меня зарегистрировали как покупателя. А я вот не хочу быть покупателем, я хочу, как вы, зарабатывать деньги. Я посмотрела вашу страничку. Смекнули? Покупатель думал, что ему нельзя строить бизнес. Вот такая вот ерунда у нас получилась. Я этого человечка отправила к его директору и сказала, что я рядом, если что, задавая вопросы. И директор, конечно, рад, что у него появился один хотя бы дополнительный, вдруг из покупателей появился бизнесмен в структуре. Да, это круто. Итак, значит, поэтому всегда доносите, всегда разговаривайте, прям напишите себе в список того, что вы говорите при созвоне, прям в тетрадочке, что это тоже нужно говорить сейчас. Я себе это тоже подписала, чтобы не... Да, зачастую такие встречаются, и это, по идее, не смешно, когда лидер ищет где-то бы зарегистрироваться, что ему надоело покупать, он хочет работать. Да, а директор даже не пояснил ему, что у него бизнес может быть тут же на этом же регистрационном номере. Да, получается глупость, тем более перерегистрация не запрещена, и в повторный номер удалят у такого человека. Вот, да, люди созревают. Итак, значит, далее мы с вами создаем базу для работы, рабочие странички в соцсетях. Значит, мы с вами создаем Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. И, конечно же, четырех страничек для работы мало, как вы понимаете. Лучше всего создавать минимально это, чтобы у вас было по 20 штучек в каждой соцсети страничек. То есть, 20 Фейсбуков, 20 Одноклассников, 20 ВКонтакте и 20 в Инстаграме. Что получается? Сейчас я вам расскажу. Значит, всем кажется, что это много, но работать вы будете с пяти страничек раз в 4-5 дней. Это получается, что с 10 страничек. Если у вас, допустим, 40 страничек в Одноклассниках, вы отработаете с 10 раз в 4 дня. Поняли, да? И у вас получается, что предыдущие странички отдыхают. Это очень-очень важно, когда предыдущие странички отдыхают, чтобы они не спамили. С них можно переписывать и все такое прочее, но с них нельзя приглашать дружить. Поэтому, чтобы ваш охват был качественный, нужно делать очень-очень все осторожно, чтобы ваши странички не блокировались. И, конечно же, лучше посылать открытки и работать аудиосообщениями. Да, значит, смотрите, сегодня мы с вами, проплюсуйте мне, пожалуйста, запустить публикацию экрана. Сегодня мы с вами будем, это мой рабочий стол. Немножечко тут бардачок, тут и игры у ребенка, и моя работа, и так далее. Поставьте мне плюсики, видно, да? Смотрите, что мы с вами делаем. Значит, у нас с вами есть, допустим, браузер Яндекс, да? Мы его скачиваем и устанавливаем. Этот браузер Яндекс, или мы с вами устанавливаем браузер Google Chrome, да? Браузер Google Chrome. Все, что угодно. Я могу даже дать вам видео, как найти Яндекс и его установить. В принципе, там все просто. Вот смотрите, к примеру, у меня уже есть Яндекс браузер установленный, и есть Chrome установленный, да? Ну вот Яндекс у меня вот таким вот значком. Я его открываю, я его открываю, и, конечно же, у меня идет сейчас такая вот вещичка интересная, да? Как, минуточку, я тут все закрою, я им пользуюсь уже давно. Так, вот, значит, да? И, конечно же, у нас тут с вами есть вот такие вот лесенки в верхнем правом углу, и мы с вами его просто размножаем. Значит, заходим в раздел настроечки. Заходим в раздел настроечки. Да, видите, у меня запись тут не зацепляется, но ничего страшного. Вот, заходим в раздел настроечки, и тут у нас с вами в самом низу есть «Добавить профиль». Мы нажимаем с вами «Добавить профиль», и вот этот профиль можем, допустим, цифра 1, да, цифра 1, и, допустим, пометить яблочком, да, цифра 1 и яблочко. Нажимаем «Добавить». Он у нас с вами открывается. Да, вот он у нас открылся. Его можно добавить в панель задач, да, как вы видите, он у меня может быть закреплен в панели задач. Правой кнопкой мыши нажимаем «Изъять программу из панели задач», «Закрепить». То есть она у меня уже закреплена была до этого, то есть вы можете закрепить. Далее, значит, что мы с вами будем делать, да, то есть вот тут вот у нас с вами вверху есть панель закладок. Значит, опять нажимаем настройки, и опять нажимаем «Закладочки». И вот тут вот у нас с вами есть панель закладок. Вот она, видите, у меня открыта, а у вас она может быть закрыта, ее нужно обязательно открыть, да, ее нужно обязательно открыть. Вот они, закладки, можно еще тут, да, видите, показывать панель закладок, я нажимаю, и она появляется. Вот, да, импорт тут никакой вам не нужен. И потом, что вы делаете? Создавая первую страничку, вы просто вбиваете, допустим, вы хотите сегодня создать страничку в «Одноклассниках». «Одноклассники», пишите «Одноклассники», «Одноклассники», «Энтер». Вот, пожалуйста, социальная сеть «Одноклассники». Нажимаете, нажимаете, и тут вам нужен ввести логин, адрес или почту и так далее, да. Но я вам хочу сказать, что мы сейчас с вами будем регистрироваться вживую, да, будем регистрироваться с вами вживую. И, конечно же, будем вводить сюда регистрацию. Вот, нажимаем «Регистрация», «Страна Россия», и я сейчас вписываю свой сотовый телефон. Для него мне не звоните, бесполезно. Это у меня сим-карта, которую я купила для проведения данного вебинара. Да, и далее, значит, мы нажимаем «Далее» и ждем смс-код, который нам придет. Когда нам приходит смс-код, мы его подтверждаем, да. То есть, это можно сделать все на разных сайтах, как вам хочется. То есть, это ничего страшного, да. То есть, вы можете создавать с смс-регком, с онлайн-сим и так далее. Значит, мой код подтверждения 449815. Нажимаем «Далее», все. Значит, пароль мы придумываем с вами сами. Я сейчас наберу обычный пароль, а потом его поменяю, да. Вот я, значит, делаю обычный пароль, хороший пароль, нажимаю «Далее». И, значит, мы попадаем на страничку в «Одноклассниках». Конечно же, выбирайте свое имя. Так, минуточку. И вот тут вот с фамилией я бы вам советовала все-таки создавать не то, чтобы разные фамилии, а можно, допустим, создать по-английски «Кононова» в скобочках «девичья». Или, к примеру, там «девичью» в скобочках «настоящую». То есть, или можно еще как-то, еще как-то, да. То есть, не обязательно создавать чужие имена, чужие фамилии. Можно, допустим, там «Анна Конова». Да, это уже не «Кононова», а «Конова», да, к примеру. Всяко-разно можно со своей фамилией играть, и все время вы будете правы, да. Вот, значит, я пишусь тут «Анна Кононова». Минуточку. Я пишу, да, так. Значит, «Кононова». Ну, допустим, да, «Анна Кононова». Так, минутку. «Кононова». То есть, что я сделала? Я сейчас «Ко» написала по-английски, а все остальное по-русски, да. И у меня, получается, фамилия, в принципе, как будто видно, да, как будто она и есть. Я вот всяко-разно вот так вот меняю, и это уже по-нормальному. Год рождения не нужно ставить, что вы слишком молоды, да. Ставьте какой-нибудь такой год рождения нормальный всегда, тут переставляйте любую дату, любой месяц. Ставим свой пол мужской, женский и сохраняйте. Теперь, что нам нужно с вами делать? Да, вот мне получилось 33 года. Вот главное фото. Главное фото у вас должно быть просто хорошим, мотивационным, каким-то интересным, да. Вот, к примеру, я поставлю данную фотографию, я считаю, что она подходит, да. Далее вам нужно загрузить 5-6 фотографий из жизни, какие-то, да, и чтобы вам, в принципе, люди доверяли, да, то, что вы живой человек, да. К примеру, я вот могу загрузить какие-нибудь вот такие вот фотографии, да, к примеру, вот, и нажму открыть. То есть, мои фотографии, ну, вот такие вот, да, легкие, простые. И обратите внимание, они все шикарные, они все позитивные, они все классные, да, у меня есть друзья, они улыбаются вместе со мной и так далее, и так далее. Так, это не мое фото, это фото Ириночки Менчиковой. Я не читак, это Татьяна Лебедева, да, то есть, ну, не с собой фото я удаляю, как бы, вот. И смотрите, да, то есть, у нас что с вами, да, повторное можно там удалить, убрать, вот. И что получается, у нас с вами такие вот, ну, нормальные фотографии. Давайте посмотрим Анна Кононова, да, страничка уже, как бы, очень хорошо грузить фото с детьми, да, но чтобы они были интересны, чтобы ребенок там не был в трусах, да, чтобы там, на самом деле, интересные фотографии. Вот у меня такие есть фотографии, я нажимаю открыть, и, пожалуйста, посмотрите, да, это у нас гостили детям, гостили детям, просто шикарное фото, я считаю, да, обратите на них внимание, я вам их увеличу, просто шикарное фото, потому что мы тут прям сидим в детском малиннике. Есть у кого-нибудь какие-нибудь вопросы? все хорошо, да, смотрим с вами дальше, что мы с вами делаем дальше. Так, куда-то я делаю, так, минутку, это не тот браузер, так, вот он у меня, вот он у меня, запуталась немножко, да, что я теперь делаю? Вот эту вот страничку в Одноклассниках, да, я нажимаю на своими фамилию, и потом я, значит, нажимаю вот сюда. У меня открывается ссылочка на этот профиль, да, я иду с этой ссылочкой и, допустим, пишу в статусе, да, вот у нас с вами есть такая группа для коллег Фоберли, и тут есть закрепленная тема для раскрутки страничек, комментариев тут 17 тысяч, это все наши люди раскручиваются, да, и я иду и пишу, да, то есть дружу, да, дружу, нажимаю Enter, моя страничка отобразилась, и я могу, в принципе, с этой же странички, мне вот это очень-очень нравится, да, я, к примеру, могу запросить доступ, да, я могу запросить доступ с этой странички, и вот самое интересное, получается, очень просто потом, вот смотрите, я ее сейчас так возьму, так, Enter, да, я отправлю запрос на вступление, и после того, как меня примет модератор, я с каждой странички могу вступать в эту группу, мне это очень-очень нравится, таким вот образом именно странички раскручивать, да, вот, значит, я сейчас зайду как модератор и себя приму, значит, тут очень много запросов в группу, как вы видите, если тут я пришел или запрос, вот видите, запрос еще, по-моему, не пришел, а вот, нет, уже пришел, ладно, Кононова, да, вот, значит, я нажимаю принять желающих, и я принимаю, ну, я примерно захожу утром и вечером принимать людей, очень часто бывает, что людей просится много, да, сейчас я прохожу в эту группу, да, я ее перезагружу, и вот все, меня приняли, и вот она моя страничка для коллег, да, видите, вот она, вот она моя самая последняя, дружу, ну, и я тоже могу с кем-либо подружиться, да, я могу уже в первый раз, сколько-то страничек, ну, желательно, конечно же, разных людей поприглашать, так, это ВКонтакте, видите, тут ВКонтакте тоже можно крутиться, да, то есть я поприглашала друзей сама обязательно, потому что если у вас принимают дружбу, то вы уже понимаете, что вас не спамят, ничего, это своего рода вот такая, грубо говоря, модерация, когда вы активны со странички, но на вас не жалуются, это очень важно, чтобы на вас не жаловались вообще в первые дни, да, то есть вот таким вот образом, скажите, пожалуйста, все ли понятно, подбраузеры будут на столе, да, 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 их можно потом собрать в отдельную папочку, да, то есть таким вот образом мы с вами сейчас странички раскладываем, да, раскладываем работу по полочкам, то есть мы с вами создали одноклассники, самое главное это сейчас добавить закладочки, добавляем закладочки, если у нас открыта панель, да, нажимаем готово, если у нас открыта панель закладок, которую мы с вами открыли вот тут вот, да, в панели закладок, вот, то, конечно же, у нас с вами будет легко и просто эти одноклассники теперь всегда тут. Самое главное, знайте, что логин и пароль иногда может слетать с автосохранения, да, то есть мы сейчас с вами сохранили автоматически, но иногда логин и пароль слетает, или его нужно менять и так далее. Обязательно пишите логин и пароль от страничек, обязательно, просто обязательно, да, пишите. Далее, значит, то же самое, мы с вами выбиваем ВКонтакте, ВКонтакте, да, и это тоже легко и просто, то есть вписываем свой телефон, ой, ой-ой-ой, промазала, вписываем свой телефон, и, ой, забыли пароль, так, погодите, я не тут нашла, извините меня, да, значит, Анна, Анна Кононова, я также напишу КО по-английски, да, чтобы не было проблем, потом, КО, ну, ну, ВА, то есть фамилии, в принципе, разные, потом, значит, вводим число, месяц, год рождения, к году рождения посерьезнее относитесь, потому что, если вам было, там, два-три года, то понятно, что вы не, уже не будете работать так хорошо, так, 958-394-7502, да, все в живом режиме, прям при вас, значит, и ждем код, ждем код, так, код 75209, 75209, нажимаем «Отправить код» и пароль вводим, так, английский, да, выйти на сайт, да, все, мы на сайт входим, и также грузим какую-нибудь отличную фотографию, отличную фотографию какую-нибудь грузим, чтобы она вам реально самим нравилась, чтобы вы там были или с ребенком, или одна, но чтобы не было, было понятно, где вы, а где не вы, да, то есть, это очень-очень важно, я стараюсь грузить какие-то, вот, классные фотографии, где я сама себе нравлюсь, еще что-то, да, ну, я, давайте, к примеру, вот эту загружу, нажимаю «Открыть», вот такая вот, да, получается, тут расширяем, конечно же, чтобы нас было видно хорошо, да, вот таким вот образом, сейчас моя страничка вот таким вот образом выглядит, и понятно, что нужно еще добавлять несколько фотографий, загружаем опять несколько более-менее интересных фотографий, чтобы они реально были интересными, давайте я вот, вот, так, если вы зажмете «Контрол» и будете выбирать точечно, то это классно смотрится, да, то есть, давайте вот так вот выберем, ну, то есть, полистаем какие-нибудь такие фотографии, чтобы они у вас были интересными, да, интересными были, вот, я их, значит, загружаю, и вот они грузятся, то есть, вот все, в принципе, страничка уже готова, пока первое время, первую неделю я ее не, как вам даже сказать, не заполняю ничем, начинаю заполнять уже позже, да, начинаю заполнять позже, и, в принципе, это правильно, это правильно, что вы позже начинаете ее заполнять, да, вот такие вот фотографии, значит, я нажимаю «Отправить», и моя лента наполняется и перестает быть пустой, давайте перезагрузим, вот таким вот образом, видите, вот такие фотографии, также нажимаем на браузерную строку, и также идем в группу, идем в группу, где мы предлагали, предлагали дружбу, да, то есть, и, конечно же, я опять-таки пишу, что я дружу, да, то есть, вам тут попредлагать, но обязательно предлагайте сами, да, дружу, вот, пожалуйста, да, то есть, выгрузили странички обе, да, ой, по-английски написала, ну, ладно, да, написала по-английски, потом поправлю, и опять-таки, что мы с вами делаем дальше, мы берем вот эту страничку и добавляем ее в закладки, Анна Кононова, ой, Нонова, ну, ладно, да, нажимаем «Готово», и вот у нас с вами одноклассники ВКонтакте, то же самое, вы создаете Facebook, да, то же самое там кто-то, он в моем мире работает, на самом деле работают, я удивляюсь, но есть регистрация тут, да, в этой соцсети, вот, и таким вот образом вы можете создавать браузера столько, сколько вам нужно, да, таким вот образом, столько, сколько вам нужно, вы можете создавать браузеры, все эти браузеры у вас будут отображаться на рабочем столе, Вы их можете проименовать, да, 1, 2, 3 и так далее, да, давайте сейчас с вами посмотрим, где его найти на рабочем столе, вот он первый браузер, то есть, если вы сейчас создадите второй браузер, да, давайте сейчас нажмем дополнительный, ой, извините, настройки, не туда залезло, настройки, катим в самый низ, нажимаем добавить профиль и с вами нажимаем второй. Второй браузер, да, и допустим, пусть он вот у нас машинкой, нажимаем добавить, вот он у нас чистенький открылся, также мы на него, также мы делаем закладки, панель закладок, чтобы она у нас показывалась, да, вот она наша панелька, и сюда также будем добавлять все рабочие странички в соцсетях, что у нас с вами получается, вот первый, вот второй, вы его, вы их можете потом, допустим, правой кнопкой мыши нажать создать папочку, создать, создать папку, и тут написать странички для работы, или браузеры для работы, да, под браузерики это называется, и вот это у нас с вами папочка, и вот в эту папочку вы можете все сложить, допустим, у вас в каждый день, это нужно проделывать, чтобы у вас все странички были на месте, все странички были в порядке, вы заходите, у вас вот нет такого бардака на рабочем столе, только я в нем могу разобраться, да, вы заходите, у вас есть вот эти вот браузеры, и вы можете себе завести гугл табличку, да, или табличку простую на рабочем столе, что вот такого-то числа я отрабатывала с первого по десятый, с такого-то числа с десятого по двадцатый, и так далее, и так далее, да, то есть даже тут вы можете себе переименовывать, да, браузеры, допустим, отработано, да, допустим, браузер отработан, отработан 21.07, да, то есть вы уже будете знать, что у вас на следующий день они будут отклики, потом, значит, у вас проходит пять дней, и вы можете уже, ой, минуточку, и вы можете уже опять его переименовать, что, да, браузер отработан, сколько там, так, 22, 23, 24, 26, да, 26, опять раз, и вы уже знаете название, да, и какого числа на него нужно зайти, и снова по нему отработать, да, таким вот образом. Скажите, пожалуйста, всем ли все понятно, дорогие коллеги? Если создавать по одной страничке в день, то я не меняю IP, у меня все в порядке, меня не блокируют, я работаю со страничек редко, редко меня лично не блокируют. Скажите, пожалуйста, был ли полезен данный вебинар, никто не запутался, ничего, да? Да, ну что ж, прибирайтесь на своих рабочих столах, раскладывайте работу по полочкам, и, конечно же, знайте, дорогие коллеги, что если вы разложите свою работу по полочкам, вам будет негде путаться. Вам будет негде путаться, и это очень-очень удобно, когда у вас, допустим, открыто 20 браузеров Chrome, 20 браузеров Яндекс, все у вас разложено, вы знаете, по каким дням работать, ваша работа кипит, и понимаете, да, сейчас, что мы с вами именно лидеров в свою команду ищем, и именно лидерам высылаем обучающие какие-либо вебинары, чтобы они уже шли с вами рука об руку. Да, покупателей можно набирать бесконечно много, но высшие уровни директора с покупателями вы не перескочите. А если вы хотите именно быть драгоценными директорами, то вам, конечно, обязательно нужно искать именно бизнес-партнеров в соцсетях. Ага, ну все, тогда я останавливаюсь.